всем полного спокойствия радости улыбок позитива я вас люблю интернет семья целую всех с наступающим новым годом вот так вот она написала галя швайба тоже сердец нам очень много и благодарности от аллечки ирина газина всегда всегда как и другие другая интернет семья как и танюша удальцов и другие всегда она как воин божий пишет спаси нас господи вся слава и хвала господу спасибо родная катюшенька чтобы мы делали безважной информации люблю вас до хранит господь вас и ваших близких ваши юленьку ее семью детей внуков нашу родную дорогую интернет семью и ваших близких берегите друг друга только горячая вера спасет нас точно вот она сказала горячая вера ирина газина это сказала из библии потому что вера не должна быть тепленькая в библии написано не надо тепленькими быть тепленькие господа не устраивают господа устраивают горячие именно горячие вот так вот дальше танюша удальцова всех нас поздравляет и пишет ее поздравления такие сейчас я ту фразу найду где она вот всем бодрости духа горячей веры и мудрости аминь это же она использует это слово горячей веры именно горячими должны быть дальше мариночка дешина тоже всем сердца отправляет и написала всех с наступающим новым годом здоровья счастья любви душевного покоя мира благослови господи нашу интернет семью так написала марина дешина дай бог здоровья благословений все да под последними видео я все прочитала видео эти послания все и на вопрос один ответила и на другой спрашивают откуда вы понимаете так правильно это понятие любовь написал мне мужчина на личку до на мой эмейл любовь откуда вы так проникновенно это чувствуете я вам скажу у меня это семьи любовь в семье мы все друг друга очень любили очень жалели оберегали но без страданий эта любовь не могла прийти у нас в семье так произошло что младший братик у меня ослеп после прививки почему я так отношусь к прививкам виноваты в его слепоте оказались медики несмотря на то что сепсис занесли представляете сепсис занесли вот и пошла реакция на глаза сколько операций он перенес вы себе представить не можете и каждый из нас знал знал что прежде чем ты что-то вкусненькое ешь ты должен поделиться с братом потом парализовала бабушку все это происходило когда мне было 12 13 лет и получается вся моя вот такая 12 13 14 15 лет это у меня было уход уход за бабушкой и парализованная на три года у нас лежала парализованная три года лежала не ходячая вот и за братиком младшим и также это касалось старшую сестру а сестра тогда училась мединституте и только-только только-только вышла замуж она и это касалось они были молодожены представьте а потом она родила и появился у нас водиша это касалось также но старший брат он тогда как раз в армии был когда все вот это а в армии тогда служили два года и вот эти два года получились что нам не 23 года точно нам не были поэтому любовь в семье была мощная любовь в семье мы сострадали друг другу всегда было что я уставала и по субботам переставала ходить в школу я ходила в кино на утренний детский сеанс по 10 копеек с подружкой с юлечкой беляевой ходила я в кино смотреть мультики яролаж мультики или фильмы какие-нибудь такие как чучело и другие и как-то потом субботу кстати вскоре отменили но моей маме мою маму вызвали в школу и сказали что вы знаете что ваша дочь не ходит по субботам школу меня мама об этом не знала а папа у меня инженер-геолог и он ученый он постоянно в экспедициях был вызвали мама мама у меня главврач санчасти аэропорта у меня мама не абы кто она врач она еще и ночные дежурства брала и тоже у нее представьте ей не походы в школу совсем это ей не подходило она пришла и ей такое говорят знаете что я рядом стою и моя мама говорит а я знаю моя дочь пчелка труженица говорит моя мама представьте при мне на ней невидящий братик она его отводит школу для слабовидящих она его забирается школы для слабовидящих она дальше приходит дальше она дает кефирчик и булочку парализованной бабушки потом она берет скрипку и бежит музыкальную школу и после музыкальной школы вечером она приходит садится опять покормит и делает уроки и потом прихожу я с работы она пчелка труженица и да она иногда по субботам не ходит в школу она ходит в кино все все вы знаете я вот это она никогда при всех и при ком-то никогда не сказала обо мне плохо или еще что она всегда говорила что мои дети самые лучшие самые прекрасные юлечка звезда чемпионка республики туркменистан по спринтер на короткие дистанции студентка закончила мединститут состоялась как врач и вышла замуж прекрасная жена прекрасная мать прекрасная сейчас уже бабушка но тогда всегда гордость гордость мединститута она всегда говорила обо мне пчелка труженица умница и так далее она всегда говорила что брат старший наш все на его плечах что он вообще молодец что он изумительный человек так оно и есть что младший это божий дар на это наш воин невидящий он нас проверяет на вшивость бабушка нас очень вот это вот любовь любовь проникновенная которая была в семье вы думаете что строгости не было была строгость строгость с любовью мощнейшая конечно была обязательно была строгость но строгости также любовь ну отец он полностью у него погружение было в науку в геологию я вам читала его статьи книги где он был соавтором у профессоров и так далее так далее так далее командировки и потом он был руководителем геологической партии вот он многие месторождения открыл он очень много этому миру дал в том числе советскому союзу вот так же он и на фортепиано играл и рудит и рудит был и языки на немецком говорил и литература а как он рисовал вот просто был энциклопедический у него склад ума и рудит и мама и папа были эрудиты вот и все мы даже ногтя их там не стоим нас даже не передалось даже часть того ума который был у моих родителей бабушка захлёб читала книги захлёб читала книги перечитывала их по несколько раз мама папа пели песни другая бабушка на фортепиано играла мама всегда нам пела колыбельные всегда пела нам колыбельные песни мы уже были взрослые ну взрослые дети так если можно сказать она все равно на ночь пела колыбельный и цикл романов романсов например мой папа пел маме арию ленского знаете эту я люблю вас я люблю вас ольга помните как одна безумная душа поэта еще любить осуждена всегда всегда везде одна мечта я люблю тебя я люблю тебя как одна душа поэта только любит ты одна в моих мечтаниях ты одно мое желание ты мне радость и страдания я люблю тебя я люблю тебя даже в общем я вспоминаю я конечно петь арии не умею я не оперная певица но мой папа вот вот всегда пел это и игра на фортепиано это также есть любовь отец великолепно импровизировал на фортепиано занимался живописью играл каждый день в нарды с мамой мама врач увлекалась спортом волейболом но как увлекалась профессионально профессионально она играла за сборную мединститута поскольку она мединституте училась она учила китайцев привозили китайцев играть в волейбол она учила тогда они не умели играть они не умели в 60-х годах китайцы не умели играть в волейбол в 50-х а мама их учила играть волейбол в 50-60-х годах так они теперь весь мир обыгрывают и и приглашали в уралочку играть была такая команда но но мы рождались через каждые три года нас четверо вот мама увлекалась волейболом она общалась со всеми спортсменами мой папа был один из них он пловец был но они и с футболистами общались это была такая знаете мощная молодежная такая компания компания вот папа любил слушать музыку мастера бельканта ну марио дель монака марио ланца микель в общем луча на повороте и конечно мы это мы в этом росли мы это слушали у нас это хочешь не хочешь откладывалось папа из семьи военных поскольку мой дед генерал он по гран войскам отдал всю свою жизнь папин отец а мама мама из семьи потомственных интеллигентов потомственных интеллигентов и конечно заставляли выживать любя ближнего своего как советском союзе вне жили а выживали вот мы выживали только благодаря любви бесконечной любви бесконечные любви именно заставляли выживать, любя ближнего своего, как самого себя. И этот божественный дар был, этот божественный дар в нашей семье был. Вы спрашиваете, как воспитывать любовь в сыне, вот вы мне написали. В сыне воспитывать любовь вот именно на примере своей любви к вашей супруге. Как вы любите свою супругу, как вы её любите, как вы любите свою семью трепетно. Начинайте с себя. Вы пастор в своей семье. Запомните, вы пастор, ваш трепет. Вот это я же почему привела в пример, не для того, чтобы сказать, что ой, вот мои родители, это всё там. Нет, я вам просто показываю, что когда арию поют маме Ольги, поют, я люблю вас, Ольга, я люблю тебя, я люблю тебя, как одна душа поэта только любит, то мы это, дети, воспринимали, и мы повторяли, и потом я шла и напевала эту песню, эту оперу, эту арию Ленского. Понимаете? Вот так. И так воспитывается духовность. Как воспитать духовность? Несмотря на технологический прогресс, есть ещё отношения между людьми. Это важно. А отношения между людьми, они строятся на их духовности, на их божественном. Не дай Господь, у нас в доме не было мата, мой папа никогда не матерился. Мой отец никогда не матерился, хотя он общался в геологических партиях, геологи, знаете как. Вот культура общения, вот семья, вот окружение, воспитание, образование – это не о цивилизации, нет, это не о продуктах, технологии, это о том, что в голове и на сердце у человека, это о божественном. Как человек себя идентифицирует? Идентифицирует он себя частью Божьего творения, частью Божьего плана, Божьей любви? Идентифицирует он себя, пребывающего здесь для того, чтобы дарить любовь ближнему своему? А мы с детства дарили любовь ближнему, например, братику младшему. Это было необходимо, всегда мама говорила, это прежде чем себе положить в рот, сначала дай, он не может взять, он же ж не видит, понимаешь? Это в голове всегда стучало. Поэтому делиться, благословлять, жалеть, сочувствовать, радовать, укреплять, воодушевлять, помогать – вот это есть любовь. Или же вы себя идентифицируете великими, могучими, а сами – ничтожные, бренчащие оружием, нападающие на всех вокруг. Вот важно понять, чем, кем вы себя идентифицируете. Понимаете? Есть люди, которые мат на мате, мат, да я оттуда, да мы, да мы вас, да… Можем повторить – это не любовь. С лозунгом «можем повторить» – это не любовь. Это ничего общего с божественным не имеет. Рядом не стоит даже с божественным. Это дьявольщина. И потом смотришь на них – рабоподобные спившиеся матершинники, зомбо-какие-то зомби. Они себя там называют какими-то славными, на самом деле они зомбо-левославные, имбецилоголовые, ленивые сатрапы. Очень важно идентифицировать себя, идентифицировать своих детей в божественном, духовном, в живой церкви, а не в мёртвой, левославной. Очень важно не стать частью холодильника, а частью Бога. Стать свободным, Божьим сыном, вот что я вам скажу, или Божьей дочерью. Как жили люди, и вдруг вот полный тоталитаризм у многих из бывшего СССР. Слава Богу, эстонцы, латыши, Латвия, Эстония, Литва, Грузия. Но Грузия сейчас тоже вот она расшатывается. Украина, не дай Господь потерять ту свободу. Вот Молдавия первые шаги начинает делать. Ну, с Молдавией ещё, не знаю, там слишком всё запущено. Вот, но потихонечку начинают. Но Литва, Латвия, Эстония молодцы. Там много теперь божественного. Там много теперь духовного. И так же и в Грузии. Очень важно, очень это важно, свобода. Вот только со свободой можно развить в себе улыбку, научиться улыбаться, а не зло смотреть друг на друга, думая, что вокруг одни враги. Нет, нет, нет. Только вот учите своих детей любви. Быть частью Божьей. Это очень важно. Нельзя себя подчинять полному тоталитаризму. Я смотрю, как в каких-то уголках бывшего Советского Союза наступили и дальше продолжают, так быстро идут страшные времена. И вот вам культура. Какая может быть культура в несвободе? В несвободе птицы не поют. Вот смотрите, как птицы себя чувствуют в свободе. Посмотрите. В клетках птицы не поют. Настолько важно сохранить всё-таки западную цивилизацию. Уникальную, гуманную, где улыбаются люди. Мы видим автолитарные, тоталитарные рабские государства на всех континентах. Венесуэлу, Северную Корею и так далее. Они ведут к нищете. Посмотрите на Северную Корею. Они же люди так и думают, что так надо жить. Они не ищут Бога, не ищут. Они не улыбаются. Они всё время плачут. Они смотрят на своего этого набора буквы. Ким, ин, ин, чин, бин, мир. И вот они постоянно плачут, аплодируют. Вы понимаете, что это рабские государства, они ведут к нищете, к рабству, к деградации ума, к жестокости, к ощунству, загоняя в страх людей. Из людей делают вот этих самых массы. Посмотрите на Африку, во что она превратилась. Посмотрите, Северная Корея, Венесуэла, Куба. Вот это всё посткоммунистические страшные создания коммунистов. Там нет вот этой уникальной системы, где человек – это главная ценность. Вы же как беженец не побежите в Северную Корею. Вы, наоборот, оттуда убежите. Почему? А почему вы бежите в Германию как беженец? Почему вы бежите как беженец в Великобританию? Почему вы бежите в Соединённые Штаты Америки как беженец? В Израиль? Почему? Потому что там западная цивилизация, правовой режим, верховенство права, защита человека, защита индивидуальности, прав, свобод. Западная цивилизация. А античеловеческих стран уйма. А вот этих осталось мало. К сожалению, во что они сейчас превращаются тоже. Вот надо сохранить там человечность. Вот это уникальное явление, где тебя могут спасти, где тебя могут защитить, где верховенство права. Нигде больше этого нету, не возникает. Только на Западе. Вот куда и бегут политические беженцы на Запад, экономические беженцы на Запад, умные люди на Запад, скажем так, мыслящие беженцы на Запад, спасающие своих детей беженцы на Запад. А кто остаётся? Алкаши. Алкаши, матершинники, наркоманы. Они не побегут на Запад, их туда не допустят. И у них сил не хватит. Ну вот, как-то я вас так научила. Я вот так вот рассуждаю. Ой, лучше про любовь. Это всё любовь, дорогие мои. Это всё любовь. Вот такая любовь. Откуда вы понимаете так правильно это понятие любовь? Вот так и понимаю. Вот только так и понимаю. И больше никак. Ну а я люблю вас. Будьте благословены вы, ваши близкие. Дай Бог вам любви, океаны необъятные. Учитесь радоваться, учитесь веселиться, улыбайтесь. Всё время улыбайтесь людям. Улыбайтесь, дарите любовь. И, конечно же, подарки дарите людям. Поздравляйте их, благословляйте их. Делитесь. Здоровья, благословения. Всего вам самого-самого хорошего.